Всем привет! Мне задавали неоднократно вопросы буквально последние пару недель о том, имею ли я какое-то понятие в спорте, имею ли я какое-то отношение к физкультуре и с какого боку припеку я всунулся вообще в карате или в восточное единоборство. Ну давайте начнем по порядку. Во-первых, в спорте я имею относительные, скажем так, понятия. Почему? Я не работаю профессионально тренером, я не заканчивал институт физкультуры, я занимался черт знает сколько лет каратэто, эквандо, айкидзюцу, гудзюрю. И попутно китайскими направлениями. Это уже, можно сказать, второстепенно, косвенно. Но я занимался. И судить о том, имею ли я какое-то понятие в спорте или нет, будут те, кто действительно к этому имеет отношение. А не вот эти вот товарищи диванные эксперты, залетные гости, скажем так, на канале, которые пришли, увидели что-то со своей точки зрения, им это не понравилось, и они решили высказать свою фею. Ради бога, пусть высказывают. Есть такая хорошая поговорка. Собака лает, ветер несет. Дальше. Имею ли я вообще какие-то понятия о восточных измерборствах? Ну, может быть, я и имею что-то. Может быть, я не имею что-то. Опять-таки, ситуация, когда она возникает, она показывает, кто из нас что-то может, а кто ничего не может. Я долгое время работал в службе безопасности. Мы ловили наркоманов, мы ловили бандитов, мы ловили воров. И могу на своем, собственно, опыте сказать, да и те, с кем я работал раньше, не дадут мне соврать, я ни разу ни от одного из этих воров, бандитов, наркоманов и тому подобной швали не получил в пятак. Они от меня получали очень часто и очень много. И бывали моменты, когда я удивлялся тому, что обычный легкий удар, нанесенный неожиданно, может действительно принести неописуемый результат. От легкого удара человек просто-напросто валится с ног, как подбитая лошадь. Ну, а с какого боку припеку я в карате и в восточных измерборствах? Ну, ребята, у меня на канале есть видео, в котором я рассказываю, как я все это начинал, когда я это начинал, где у кого я занимался. Полистайте плейлисты, посмотрите на видео, увидите сами, послушайте. Помимо этого, есть люди, которые могут действительно подтвердить то, что я у них занимался, чем занимался, когда занимался. Когда я получил, к примеру, международный бранч по карате, действующий на территории Германии, что я могу сказать? Просто так этот бранч никому не дается. Значит, все-таки хоть что-то я понимаю в этом карате или еще в чем-нибудь. А по поводу спорта, мне один человек сказал, показал бы ты упражнения с гантелями. Да без проблем. У меня на канале этих упражнений с гантелями пруд пруди. Просто возьми, собери все это в одну кучку и наслаждайся, как говорится, просмотром. Там эти упражнения относятся и к восстановлению плечевого пояса, и к развитию грудной клетки, и к укреплению позвоночника. Упражнения не только с гантелями, упражнения с собственным весом, различные, очень много всего. И к этой теме, спортивной теме, я уже говорил, возвращаться я больше не намерен. Чисто по собственному настроению. Если у меня будет желание, я буду снимать какие-либо коротышки, касающиеся или темы спорта, или темы восточных недоборств. Полноформатных видео я больше снимать не буду. Объясняю почему. Во-первых, в спортзале, где я занимался и занимаюсь, снимать нельзя. Вот такие у нас тут правила, да. Несколько лет назад было принято вот это вот законодательство, запрещающее без согласия кого-либо из присутствующих, допустим, в спортзале или на какой-то концерте, снимать вот эту вот обстановку. Потому что те люди, которые попали в кадр, могут подать на тебя заявление, и у тебя будут потом проблемы не только с адвокатами, но и вообще с судом. Придется платить штраф. Поэтому в спортзале я снимать ничего не намерен. Если я, к примеру, какие-то упражнения показываю, я их показываю или на улице в открытой местности, где помимо меня никого нет в кадре, или я это снимаю дома. Довольствуйтесь тем, что есть у меня на канале. А по поводу, опять же, гантелек. Ну так, ребята, если диванный эксперт, зайдя ко мне на канал, видит, что я показываю какое-то упражнение, и пытается прицепиться к тому, что в этом упражнении я руки не так развел, не так повернулся, то пусть он снимет свой вариант упражнения и покажет его. Отговорки типа того, я прихожу на YouTube для того, чтобы что-то посмотреть, получить удовольствие, может быть, откомментировать, но показывать своего я не намерен. Таким людям я сразу говорю. Если ты пытаешься кого-то в чем-то уличить, будь добр быть сам примером в этой теме, в этой области. Потому что если ты можешь сделать лучше, покажи. Не можешь сделать лучше или не хочешь, лучше вообще молчи. Допустим, вот у меня было одно упражнение с гантелями. Я обычная разводка в стороны для плеч. Все. Мы поднимаем руки, локоть выводим на уровень плеча. Кто-то мне сказал, ты неправильно делаешь. Нужно вот так поднимать руки, разводить. Хорошо, можно и так делать. Я не спорю, можно делать вот так. Но в таком случае у тебя работает только трапеция и по периферии работает первая группа из пяти групп мышц ротационной манжеты. Работает только первая группа. Когда же мы вот так поднимаем руки, чтобы локоть был на уровне плеча, у нас в работу включаются четыре группы мышц ротационной манжеты. Для того, чтобы включить в работу пятую группу мышц, мы наклоняемся вперед и разводим руки в стороны. То есть от пола мы поднимаем руки с гантелями вот так. Тогда у нас работает пятая группа мышц ротационной манжеты. Но, увы, достучаться до мозга вот этих вот диванных экспертов, которые считают себя круче и умнее абсолютно во всех темах, абсолютно во всех вопросах, которых они касаются или которые они пытаются затрагивать на других каналах, шансов нет. Поэтому я снимал, снимаю и буду снимать то, как я вижу это со своей стороны. Кому нравится, подписываются, делятся видео со своими друзьями, ставят лайк, комментируют. Кому не нравится, просто проходят мимо. И не забудьте о том, что да, вот у нас сейчас новый формат видео на канале. И по возможности этот формат у меня будет продолжаться и далее. К старому формату видео я не собираюсь возвращаться. Будет только два. Коротышковый формат, высокое видео. И вот такой вот, он называется киномодус. Чтобы более удобно было вам смотреть, неважно на телевизоре или на компьютере, все видео, которые я снимаю для вас. Совсем скоро будет целый ряд видео из Италии, из отпуска на Адриатическом море. Я вам покажу видео, в котором будет обзор апартаментов, поход на пляж, сам пляж, ну, может быть, в городе что-нибудь. Следите, будет интересно. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. С вами был я, Владимир Козарчук, автор этого канала. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok